Ветеранский привал А где вот так еще что-то вспомнишь? Много друзей приобрели здесь. Ну, стараемся участвовать. Уже знакомые многим березовой рощи участники турслета соревновались как в ловкости и меткости, так и в чувстве юмора, щедро делясь друг с другом, отличным настроением, оптимизмом, бодростью и фантазией. Сегодня ветераны вспомнили свое пионерское прошлое, а заодно торжественно посвятили в пионеры новобранцев. Красные галстуки, клятва пионера и традиционная пионерская зарядка. В туристическом слете приняли участие пять опытных команд. Это волонтеры серебряного возраста Данка, любители скандинавской ходьбы вдохновения, ветераны шахт Кирова «Вторая молодость» и Рубана «Максимум», а также ветераны социального центра обслуживания «Лучи солнца». Замечательно, что появляются и новые участники, и новые команды, и прекрасно, что те, кто уже не первый год участвуют, также согласились принять участие. Настроение у всех замечательно, победит, конечно, дружба, но все достойно представляют и домашние задания, и капитаны переживают за всех. Главное – хорошее настроение и замечательная погода. В этом году каждая команда приехала на привал со своими болельщиками. Кричалки, плакаты, трещотки и свистки подбадривали команды на всем протяжении состязаний. «Танко – классные девчата! Танко – просто молодцы! Танко – лучшая команда! Настоящие бойцы!» По традиции соревнования открыли творческие визитки команд. Девиз – представление капитана, песня и домашнее задание. В программу туристического слета вошли самые разные испытания. На ловкость, смекалку и сообразительность. Ветеранам пришлось петь и отвечать на вопросы викторины. Провести ночь в пионерском лагере, продемонстрировать свою меткость в дартсе и даже покорить космос. Самым неожиданным, по мнению участников, стал привал «Добрый доктор». Необходимо было спасти пострадавшего в лесу, используя подручные средства. Роль пострадавшего играла кукла. Ей делали искусственное дыхание, накладывали шину из подручных материалов. Турслет ветеранов всегда проходит на очень высоком организационном уровне. Вот и в этом году организаторы постарались сделать все, чтобы превратить этот день в веселый и увлекательный праздник. Такие встречи еще раз доказывают, что жизнь после выхода на заслуженный отдых может быть разнообразной и интересной. Галина Ильина, Елена Беляева, Александр Иванов, Ленинск ТВ.